Добрый вечер. Да благослови все Господи. Я в кончателе. Хотела сказать, преподаю. Да, уже скоро будет восемь месяцев, как я говорю, Откровение от Бога. Цитирую Библию, изучаю параллельно историю, другие книжки, Коран в том числе, чтобы воссоздать, что Бог хотел и что Он добился, что Он мог бы добиться, если бы люди были Ему послужены. Сегодня у меня героиня очень интересная. Я уже ее вспоминала. Имя, правда, не вспомнила. Ее некоторые говорят гепатия, некоторые говорят ипатия. Вот, когда я говорила второй раз о сервете, воскреснительный сервете, я вспоминала эту женщину и говорила, что смерть ее меня поразила так же сама, как смерть сервета, может даже больше. Сервет защищал истину. Гепатия не захотела признать Иисуса Господом. Ее спросили, в кого ты веришь? Она сказала философию. Безусловно, трагедия в том, что люди способны вообще убивать, совершать суды, изучая Библию. Если бы люди изучали Библию, то они бы не убивали вообще. Потому что Иисус четко сказал в наборной проповеди, что нужно делать, как относиться к врагам. Это раз. Во-вторых, апостолы учили, что нужно, если кого-то исправишь ты, уведешь от греха, то у тебя будет большая награда. Понимаете? Иакова так написано. А не убьешь грешника. Если ты отвернешь человека от греха, у тебя будет большая награда. Понимаете? И Бог говорил, вы судите не тех, кто в мире, которые еще не познали Иисуса, а тех, кто у тебя в церкви называется братом, а творит беззаконие. Понимаете? Является блудником. Лжецом, вором. Вот тех надо судить. Понимаете? Что творили вот такие вот христиане, кавычка, как рассказывает доцент, не помню, университета Оксана Александровна Братина, говорит, кандидат в философских наук, рассказывает о ипатии. Ну, я благодарна Богу за то, что она изложила кратенько. Фильм показала испанского. Не фильм показала, а у рыбки фрагменты и объясняла всю ситуацию. Конечно, я Богу благодарна. Я тоже сделала фильм, но я не помню, как я его досмотрела. Наверное, это был не тот фильм. И что я хочу сказать. У меня открылись интересные вещи. Она изучала математику, философию, астрономию. И, ну, имеется в виду именно космос, понимаете? И вот она ввела впервые, у неё, её аудитория звучит для древних теорий впервые понятия, для древних теорий понятия движения планет звучит понятие эпицикла. Эпицикл, как малый круг вращения планеты и дифферент, как большой круг вращения. Потому что, прежде всего, ставился вопрос вообще. А как? Возможно. А почему звёзды не улетают? То есть... И это вот эта теория встречается у Птоломея. И оно то же самое, эпициклы и понятия. Вопрос, ответ на вопрос. Почему звёзды не улетают? У Птоломея был такой вопрос. И в итоге патии. Ну и трагическая её судьба, когда христианство распространялось такими навязчивыми методами воинственными. Значит, был уничтожен там какой-то научный центр Александрии. И она в нейтральное положение заняла. Она не вмешивалась в это всё, в эти бои. Но христианство боролось. И вот такие вот люди, которые помогали бедным, они делали настолько добрые дела, вот параболаны, понимаете, они добровольно ухаживали за больными, хоронили умерших, одевали чёрную одежду. Но вот они, именно вот они её убили. Ну, там показывается в фильме, якобы, суд совершался. Вот. И я думаю, почему так? Вот почему люди, уставшие от работы, понимаете, от физической нагрузки, они превращаются в врага в греха? Понимаете? Они делают добрые дела. Они ухаживают за больными, но они устают, они утомляются. Понимаете? Это закон. Поэтому Бог говорит о субботе. Если христиане думали о субботе, а реально о покое, что нужно отдыхать, то они бы не занимались ерундой. Вот. Если они просто бы читали Библию, которая чётко сказана, не убей. Иисус настолько читал, понимаете? Кто у них забрал Библию, христиан вообще? Ещё они не умели читать. Понимаете? Они не умели читать. Бог развивал образование, понимаете? Давал учёных мужей, которые чему-нибудь учили. Хотя бы читать научитесь, чтобы читать. Нет, где-то что-то слушали. И пошли. Почему люди могли убивать христиан? Куда делся ум, мозги? Безы контролировать этих людей. Понимаете? Что происходило? Я думаю, Бог пошёл отдыхать на седьмой день. Ну, вы уже кто слушал, кто следит за моими выступлениями, тот знает о чём я говорю. Я, конечно, поражена. Отступлюсь немножко. Мне так себе, что... Ну, начали смотреть мои видео, там, Вера, и много там смотрели за пару дней. И покрова. Я думаю, что это, может быть, слушают те, кто к Юле распространяет. Я не знаю. Потому что я там о Юле хорошо говорю. В принципе, я так... Ну, извините. В среднем количество... Время просмотра там настолько упало, упало. Господи, зачем же мне такие смотрельщики? Вот не распространяю видео. Там, кто за мной следит, посмотрят до конца всё видео. То есть 10 человек просмотрят. Средний процент просмотра... Сколько видео в минуту? Столько мне средний процент просмотра. То есть все люди посмотрели до конца. Как только начинается какой-то массовый просмотр, чем люди страдают? Если вам сказали послушать, ну, так послушайте. Если вам кто-то рекомендует видео, так что нельзя послушать его. Вот. Так вот, к чему мы приходим? Что люди боятся думать. А у неё, у этой ипатии очень хорошая фраза звучит. И у Александры Александровны. Она её просто выписывает, да? И она идёт, как эпиграф, идёт включена именно на экране. Вот я выписала. Сохранить своё право думать. Даже думать неверно. Лучше, чем не думать вообще. Понимаете? А чтоб думать, надо, чтоб материал был. Понимаете? Понимаете? Чтоб думать. А если думаешь, то каждый раз глубже, правильно? А чтоб глубже, то надо познавать больше. Понимаете? А не поверхностно. А не анализировать сегодняшнюю информацию. Иногда я не знаю, что там произошло. Вот у меня не знала, что у меня там убили двух ребят. Я говорю, убили, не знаю, почему убили. Но они утонули, их нашли. Вот у меня где-то рядом. Я не знала это. Но так получилось, что не знаю. Вот она меня так смотрит. Ой, или что-то не знает. Понимаете? Потому что вот я копаю. Понимаете? Когда узнала, тоже начала копать, что происходит. Пошла туда на место. Вот. Вот о чём я хочу сказать. Понимаете? У меня такое впечатление, кто меня внимательно слушает, что я говорю, седьмой день, когда начался, где-то в середине первого тысячелетия. А вот Ипатия убивает в... Она живет в 370-415 год. Понимаете? То есть ещё Бог есть, а уже делать ничего не сможет. Почему? Потому что он и учёным даёт знания. Он же им тоже открывает вещи. А их христиане убивают. Христиане... Её обвиняют в том, что она ведьма. Ни с того ни с сё вообще. Учёную женщину называют ведьмой. Понимаете? И убивают. Ещё так трагично убивают. Насколько я поняла, её режут на мелкие части и сжигают. Так вот, мелкие части мне напомнила один очень серьёзный момент в Библии. Я думаю, наверное, люди вот читают что-то такое вот в Библии. Понимаете? Самое страшное, на что человек способен. А потом, даже это не способно, немножко другое было, перекручивает на свой лад и со своим злым сердцем творят беззаконие. Понимаете? Вырывает из Библии, что им нравится, и вперёд. Вот. Я сейчас вот тебе скажу, чем была опять поражена. Говорю, нельзя говорить Бог-Отец, Бог-Сын и Бог Дух Святой. Ведь есть, да? В православии где-то звучит эта фраза. Хотя в Библии вообще такого нет. Так я вчера сестре, племяннице со мной заговорила. Хотела что-то объяснить по этому поводу. Нет, мы в своей церкви тоже так говорим. Ну всё. Многобожие христианство. Реально так. Многобожие христианство. Понимаете? То есть, якобы язычницу убили, потому что она была учёная. Назвали её ведьмой и убили. Хотя там вообще нет оснований назвать её ведьмой. Заставили её как бы покаяться, сказать, кого ты веруешь. Она сказала, веру в философию и за это убили. Иисуса рассказали, что Он сказал, что Он царь иудейский. Ему где-то ошибу сказал, что Сын человеческий. Ладно. Она сказала, что она верит в философию. Человека убивать. За что? За веру. Извините. За что вообще может убить христиан? Вообще почему христиане убивают? Какое они право имеют идти вообще на войну? Между прочим, они имеют право воевать. Я хочу сказать, что христиане в нашем пошли воевать, но не имели это право делать. Они могли быть капелланами, но не убийцами. Они не имели право брать руки оружия. Вот в чем я хочу сказать. Эта ошибка огромная. Понимаете? Понимаете? А потом человеку плохо и он страдает и не знает, что происходит с ним. Понимаете? Крыша едет. А не надо было идти убивать. Потому что Дух Святой. Понимаете? Живёт с тобой в сердце. Ну, я продолжу тему. Ну, вы поняли, да? Что нельзя говорить Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Это человеческая формула такого в Библии вообще не то и близко. Потому что что бы мы ни считали, что бы мы ни открывали, сестра мне доводит, что отец и сын, и я отец и одно. Так это что? Это волю Божью выполнять. Это делать то, что Бог просит. То делать это в этом одно, а не... Ну так, тем более нельзя сказать, что Бог Сын. Тем более нельзя сказать, что Бог Сын. Ну, я просто не успеваю реагировать. Вы знаете, никогда не буду ни с кем спорить. Потому что, знаете, вот сформулись, что попало, а потом бери и рассуждай, почему так. Нет, извините, принцип такой. Вот я пишу видео на разные темы. Не смотрите до конца, не нравится. А что вы со мной спорите? Вы же не ищите. Что же вы со мной спорите? Ничего говори. Кто не смотрит меня, я спорить с ним не буду. Потому что говори ты. Садись и говори. Излагай версии. Можешь пересмотреть меня и написать видео, которое тебе нравится. И сказать, что та не права и так не так. Потому что Библия так учат. Написано. Петр, апостол Иисуса Христа, пришедцем, рассеянным Понтии, Галатии, Каппадокии, Аси и Финия избранным по предведению Бога Отца для освящения от Духа и послушания и искрепления крови Иисуса Христа. Понимаете? Бог Отец и всё. Нигде не написано, что Бог Иисус Христос. Никакой апостол об этом не говорил. Извините. Не выдумать и не добавлять. Это очень большое зло. Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. По правде Бога нашего. Равна драгоценная вера по правде Бога нашего. И Спасителя Иисуса Христа. Просто Спаситель. Ну, это повторение. Спаситель Иисус. Иисус это тоже Спаситель. Господа нашего Иисуса Христа. Анализировать нужно слово, а не что-нибудь выдумывать и добавлять. Ну, вы думаете, люди, вы думаете, им нравится, так понимаете. Я, говорю, тоже Иисусу молюсь. Извините, а написано, кто попросит у Отца во имя моё? У Отца во имя моё. И всё. Во имя Иисуса Христа надо просить. Это ещё значит, что не всё Бог будет давать, потому что во имя спасения Бог у Бога просит. Во имя спасение Духа, Души и Тел. Вот о чём надо просить. Нигде не написано. Господа Иисуса Христа, Сына Отчего. Нигде не написано Бог, Сын. Нигде такого нет. Это заблуждение. Огромное заблуждение, которое распространяется. И люди в это верят, троятся и так далее. Ну, я вернусь к судьям. В этой книжке, в 19 главе, написано о том, как один левит поссорился своей наложницей. Она убежала к отцу, жила там 4 месяца, он собрался за ней идти. Пришёл, его тесть радостью встретил. В общем, 3 дня он её не гостил. Потом он попросил ещё один день остаться. Он остался. На следующий день он уже не остался, хотя его просил. И пошёл с этой своей наложницей домой. И вот они дошли до Ивуса, потом стал Иерусалим. И остались на улице ночевать, но один какой-то старик пригласил их в дом. Но оттуда, в этом городе, жили разратные люди, в Венеямичане, понимаете, которые и в Гиве не остановились. Ну, да. Мы всё-таки зайдём в этот город Иерусеев. Он это суда сказал. А левит этот отказался. И тогда пошёл он в Гиву Вениаминскую. Значит, в городе иноплеменника он не остановился, а в Гиве Вениаминской он остановился. Но Вениамин – это младший сын Израиля. И вот идёт старик с работы своей с Поля вечером. Он родным был с горы Ефремовой. И жил в Гиве. Жительства его места были сыны Вениаминами. Он, подняв глаза свои, увидел прохожего на улице городской и сказал ей, старик, куда идёшь? И откуда ты пришёл? Ну, и приглашает его к себе. И тут люди развратные приходят и требуют отдай нам этого человека. Понимаете? Развратные люди захотели. Так же самое, как в Содоме случилось у Лота. Это аналогичный случай. Но старик сказал, какой у них было уважение к мужчинам и такое пренебрежение к женщинам. Понимаете? Давай я дам свою дочку и наложницу его отдам. А этого мужчину не трогайте. Ну, и этот мужчина, который бежал за этой своей наложницей, понимаешь, он её отдаёт. Вот эту наложницу отдаёт. Те развратные люди над ней поиздевались и она умирает. Вот. И он что делает? Он разрезает её на части, как эту ипатию убили, понимаете? Почитали. Вырвали. Почитали. Разрезали на части. А потом сожгли. Ну, он сделает это для того, чтобы послать во все колены Израилю, чтобы с письмом, да, что как издевается над женщиной. Яков. Ну, он же её дал. Он же не дрался за неё. Он не положил жизнь за неё. Понимаете? Вот. Такая правда. Вот такая правда. Сначала отдать. Они на ней поиздевались. Они защищали. Он её. А потом разрезать её на части на 12 частей и послал во все пределы Израилева. Всякий, видевший, это, говорю, не бывало и не видно было подобно сему о днях и шесть весна в Израилях по земле египетской до сего дня. Обратите внимание на это. Посоветуйтесь и скажите. Вот такое вот было. Но потом этих венивитян побили. Собрался весь Израиль, так понимаю. И да. Ну, тут была очень сильная битва. Они сначала побили этих израильтян. Но это уже следующая история. Вот. Я просто хочу сказать, что история это наука, которую нужно просто воспринимать. Но я отошла от тем, понимаете, вот почему такое происходит. Почему люди, имея Иисуса Господа, творят беззаконные. Почему они способны убивать. во-первых, потому что они думают о какой-то вечности. Понимаете? Они думают о вечности после жизни в теле. И поэтому они рассуждают, что смерть не имеет значения. Я говорю о жизни в теле. И жизнь человеческая имеет большое значение. Я не договорила о самом важном, о чем хотела сказать. Почему? Потому что когда мы говорим о том, не могли ли звезды разлететься, то если бы и Батия не убили, она бы своим умом, наверное, Бог бы дал бы, значит, открыла бы, что звезды обращаются возле центра, который является черной дырой. Я уже об этом говорю не раз. Уже у меня 10 тем черная дыра. Вот. И о чем еще я хочу сказать о том, что тогда бы, если бы наука в то время нашла общий язык с христианством, если бы все занимались наукой, понимаете, христиане изучали Библию, читали бы, распространяли ее, понимаете, закон читали бы, понимаете, то писали бы от других, хотя бы сидели, понимаете, то все было намного проще. Ну, еще не было печатных, может, иногда не додумались, да. Ну, ладно. Я думаю, тогда бы уже седьмой день действительно все бы отдыхали, и все бы славили Бога. Вот такое мое мнение по поводу того, что жестокость оттягивает нашу вечность. И когда эту женщину обвинили, что она якобы сказала такую фразу, ну, раб на нее мог обидеться, чтобы примирить своих братьев, потому что некоторые ученики шли за христианами, некоторые за язычниками, разделились. она хотела обвинить, объединить их и сказала такую фразу, что люди животные рабы. И рабы шли после животных. О чем мы говорим? Не превозноситься. Понимаете? Нельзя не уважать людей труда. А я хочу защищать людей, чтобы власть изучала закон, Маркса изучала, Ленина изучала и защищала рабочие глаза, не издевалась над ним. Вот. Чтобы депутаты не свои карманы набивали, а защищали рабочих. Чтобы мы отдыхали, чтобы имели покол, чтобы могли остановиться и дальше идти. У меня сегодня ночная смена. Вот так работать на ногах восемь часов и перерыва два по двадцать и десять минут. Вот у нас с вами.